Международное учение «Быстрый трезубец-2018», которое проходит на Явровском полигоне во Львовской области в самом разгаре. Украинские военные вместе с коллегами из армии стран-членов НАТО отрабатывают совместные действия в совершенно разнообразных ситуациях. О чем речь узнаем от Галины Якушко. Танки, БТР и вертолеты. Сегодня на полигоне интенсивная фаза учений. Первым на условное поле боя выпускают дрон, произвести разведку территории. Вот здесь военные запускают дрон. Это не обычная радиоуправляемая модель, а с проводным питанием. Благодаря этому он неуязвим для радаров противника. Условных противников разделяет река к вражескому берегу. Военные добираются на БТР. Задача артиллерии уничтожить склад с боеприпасами. Тыл прикрывают несколько танков. Они работают в паре по системе карусели. По очереди подъезжают и отъезжают, производят выстрелы. Их задача захватить дамбу. Если условно раненые, тех, кому якобы необходимо помощь, эвакуируют с помощью вертолета. За учениями пристально следят военные НАТО. Здесь американцы, канадцы, поляки и румыны. Украинские военные хорошо мотивированы. Они хотят быть успешными, стремятся учиться. Надеемся, их повысят в ближайшее время. Кто-то из сержантов станет майором, а лейтенанты – капитанами. Ведь именно здесь хорошо виден прогресс в действиях военных. Они смогут брать на себя больше ответственности. Украинские военные говорят, полученный опыт поможет спасти не одну жизнь во время службы на Донбассе. Ведь условия учений максимально приближены к реальной ситуации на фронте. Кроме того, здесь используют уникальную систему Майлз. Она позволяет имитировать поражение не только техники, но и солдат. Мы можем проводить практические уражения противника. Відповедно до этого проводится анализ. И уже военные службы не так относятся к проведению занятий с системой Майлз, ніж просто они стреляли по фанерным мишеням. И, соответственно, на это идет уже розрахунок. И военные службы, они уже больше подготовлены и не будут, скажем так, открыто представлять себя под противника. Маневры продлятся до 15 сентября. За это время военные НАТО намерены обучить еще около 2000 украинских военнослужащих. Галина и Кошкири, Голубенко. Подробности телеканал Интер-Львовская область.